Это задание нам демонстрирует, как мы можем более серьезно использовать те возможности, которые у электронных таблиц есть. В данном случае мы будем использовать вот эти возможности, здесь есть функции. Функции совершенно разные, они разложены по категориям. Есть математические, которые нам понятны, допустим, 40, 80 и так далее, логарифмы. Есть статистические функции. Если у вас будет экономическая статистика, как раз применение в Excel, будете здесь изучать именно вот этот класс функций. Есть функции логические, которые используются в программировании, и, или, не. Есть функции для работы с собой электронной таблицей, а мы будем сейчас рассматривать функции. Но есть для работы с датами функции. А мы будем работать с датами. Массив. Нет, это функции именно для работы с массивами, это отдельный класс. Мы сейчас текстами будем работать, потому что они самые как бы нетрадиционные, то есть с числами вы привыкли к числам складывать, а мы сейчас с текстом будем разбирать. И они, на самом деле, очень часто используются на конкретных задачах. Задача, которую мы будем разбирать, она вот, она здесь нарисована. Задача состоит в том, что у вас есть текстовая строка, в которой вбито сразу фамилия, имя и отчество. И у вас таких строк, скажем, много, вот они здесь приведены. И вдруг ваш начальник приносит ваш список этих клиентов на 3000 позиций и говорит, Машенька, мы собираемся завести наших клиентов не просто вот эти списки текстовые, а в базу данных вбить. В базе данных у нас фамилия, имя и отчество будут отдельно лежать. Поэтому для того, чтобы для базы подготовить списки, ты, пожалуйста, из этого не сделай отдельно, чтобы в ячейке фамилию отдельно имя, отдельно имя и отчество. Ну, если Машенька сядет 3 дня будет вот это вот все как перелопачивать, да, и зубами набирать. Это, конечно, очень круто, совершенно вкусно. Вот я вам покажу, как такие задачи можно решить с помощью вот этих текстовых функций, а заодно, скажем, потом сделать не просто там Свиридова Тамара у нас, сделать быстренько Свиридова Т.А, да, что может пригодиться в списке рассылки каких-нибудь писем по клиентам. Ну, здесь вот. Значит, задача сводится к тому, что мы нашу курочку можем формально разбить на имя, фамилия и отчество, плюс фамилия и отчество по следующему списку. Пробел. Первый пробел отделяет фамилию от имени, и все, что находится в строке с первой позиции по позицию пробела, мы считаем имя. Второй пробел находим, и все, что находится с позиции следующей за первым пробелом и по второй пробел, это имя. И все, что следует с позиции следующей за вторым пробелом по конец строки, это опусство. Формально мы это сделать можем. Есть текстовые функции, которые помогут нам найти пробел, есть текстовые функции, которые умеют печатать кусочек строки, начиная с какого-то символа, каким-то количеством этих символов. Проблема, с которой мы столкнемся с самого начала, это то, что людям-то, в принципе, все равно, сколько пробелов. А нам надо, чтобы четко был один пробел между вот этими вот частями и вначале ничего нет. Поэтому есть специальная функция, которая ошибки ввода, вот такие вот, как здесь приведены, да, устраняет. И чтобы нам с этим алгоритмом работать, нам придется сначала эту функцию применить и дальше уже работать с этой исправленной спросом. Функции, которые нам понадобятся в задании, там, в задании третья, на гиперметоде. И в этом задании два файла тоже, один ОДС, и там приведены список функций, которые понадобятся для калка. А в файле XLS список функций, которые понадобятся для Excel. Разница в том, что здесь функции по-английски, а там по-русски. Здесь, например, функция, которая удаляет все лишние пробелы, называется стрим, а там она называется СЖВРВ, по-русски, то есть сжать пробелы. Ну и давайте, я ее буду применять. Значит, вот в эту очередь я встаю, открываю мастер функции, вызываю среди текста вот функцию, которую я сказала, называется стрим. Тут подписано, что она делает. Удаляет лишние пробелы между словами. Жму далее, она спрашивает, из какой строки я, собственно говоря, хочу удалять. Я показываю, что вот из этой строки, она ее отнесла до вперед, и сразу показывает результат. Вот здесь вот эта алкогерита. И тут тоже она показывает этот результат. Нажимаю ОК, копирую содержимое на все остальные ячейки, и все ячейки, она мне приводит в порядок. То есть вот эти все дырочки она украла. Я уверена в том, что здесь у меня действительно один пробел между словами, и это меня устроило. Значит, все остальное я буду делать только с этой, с этими датами. Дальше мне нужно найти вот эту позицию, где в моей строке находится пробел первый. Для этого есть функция, которая здесь называется «Find» в английском. Она находит один текст внутри другого. В Excel она называется, по-моему, «Find». Я встаю на ключе. Вызывают среди текстовых функций функцию «Find». Вот она. Она подписывает, что делает эта функция. Ищет под строку в строке. Спрашивает, какой же текст мы ищем. Вот, наверное, в Excel я бы просто написала пробел. А здесь, так как она здесь работает со строками, как это надо работать со строками, я напишу пробел в кавычках. То есть каждая текстовая строка всегда заключается в кавычках. Значит, ищу я пробел, а внутри какого текста она спрашивает, а внутри вот этой вот исправленности кучи. И она сразу мне подает результат, что пробел на этой кучке находится в 10-й позиции. Окей. Берем за уголочек, копируем все остальные ячейки и сразу находим позицию пробела. Я показываю по шокам. Можно было свернуть это в одну длинную функцию. Вот, вам будет совершенно понятно. Значит, что мы делаем дальше? Мы хотим распечатать теперь из этой строчки фамилию. Все, что с первой позиции и по позиции пробела, это функция. Функция, которая умеет распечатывать кусок строки, называется здесь MIT. А в Microsoft Excel она называется VGSTR. То есть печать строки. Я встаю в нужную ячейку, вызывая в текстовую функцию, которая называется MIT. Выше пропорщение. Она возвращает указанное число символов, начиная с западной панели. Хорошо. Она спрашивает, из какого текста мне нужно распечатать эту вот из этой строчки. Она спрашивает, с какой позиции. Я говорю, с первой, потому что у меня сейчас фамилия. Она спрашивает, а сколько символов мне нужно распечатать? А сколько? Десять. Ну, на самом деле, мне с первой позиции, по позицию пробела, десяток мне не нужно. А пробел это десяток. Пробел это десяток. Значит, мне надо взять вот эту найденную позицию пробела и еще от нее отнять единичку. Я на примере это, конечно, не увижу, да, но этот пробел я бы убрала. Ну, по крайней мере, последняя была осталась, значит, все вверх. Окей. Берем дым колочек и получаем все остальные. Ну, дальше все повторяется. Мы ищем позицию второго пробела. Ну, я уже для закрепления повторю, не копируя. Значит, это была функция, которая называется «файл», то есть «найти». Мы ищем опять «пробел», в кавычках, внутри той же самой строчки. Ну, начинаем мы с какой теперь позиции его искать? Минус только. Так, вторая. Вторая позиция – это вот у него. Значит, 10 плюс 1. 10 плюс 1. Следующий за пробелом. То есть мы на позицию пробела показываем. И к ней еще добавляем единицу, потому что иначе, вот сразу видите, 10 нашли. Видите, она сразу его нашла. А мы не хотим сразу, мы хотим следующий пробел. Начинаем со следующего символа, она находит 17. 17-й позиции. Отлично. Дальше опять кусочек строчки печатаем функцией текстовой нит. И с того же самого текста. Начинаем с какой позиции нам сейчас надо имя распечатать? Семнадцать процентов. Семнадцать процентов. Чуть-чуть назад верну вам, чтобы было видно. Смотрите, где имя? С одиннадцать. Значит, 10 плюс 4. Имя такого. Семнадцать первым и вторым пробелом. Да. Значит, начиная с какой позиции? С позиции первого пробела плюс один плюс. Со следующим за пробелом символом. Так? А все дорочное. А дальше она спрашивает не по какой, а сколько. А сколько, она говорит, символов на трансфуте? Двадцать. Вот сколько здесь символов как найти? А мы должны взять столбец от этого быть? Мы должны от второго пробела отнять первое, это и будет количество символов между ними. Значит, вот от этого мы отнимаем. Вот от этого мы отнимаем вот это. Дома. Все. Распечатали. Скопировали. Ну и последнее надо определить, и докуда нам печатать, начиная со следующего, со вторым пробелом символа, чтобы получилось общество. То есть надо найти одну строку. Длина строки определяется здесь функцией LEN, а в Excel называется DLSTR. Да-да, всегда переводит функцию LEN-Скитры. Ну, мы же в общем привыкли. На самом деле в ДНС-ке прокрамирование тоже в русском языке. Там еще и LEN-Видж. Значит, а в текстовых функциях находим функцию LEN, она вычисляет длину строки. Спрашивает только какой строки. Вот этой строки. Вот, говорит, 26 символов данного службы. 26 символов. В отече, значит, ну и быстренько. Отчество. Это пункция LEN-Скитры, которая, значит, из этой вот строки, начиная с позиции, в какой теперь мы будем причатывать. Лен. 2-го пробела до плюсы единица, дальше сам-то не брать. Плюсы единица. И спрашивает, а сколько символов у них причатывать? Этой символы расположены вот. От 26, надо отнять 17. Когда я за икру умножу, она будет сколько раз, и увеличим, что там пойдет. От 26, отнять 17. Антон, вы видели? Все отлично. Значит, в этом случае, если, скажем, вот здесь вместо Свиридовой Тамары Антонны, пишу Попова Ольга Ленарева в кучу пробелов Владимировна, она меня быстренько разобьет, и так что она отреет правильное значение. Для чего вот это? Ну, вот как бы. Ну, самая... Для той того, для чего? Вот самая простая ситуация, в которой я сталкиваюсь каждый раз, когда вам в суперметоде прошу, чтобы дали вакуум. Петер дает форум, по которой вы должны подать фамилию у меня ученики. В этой форме фамилия отдельно, имя отдельно, ученики отдельно. Методисм я дает список студентов и звездов, но все вместе. Я вовсе не хочу сидеть и разбивать это ручками. Я тут же загружаю этот список, получаю все отдельно, копирую и передаю время. Значит, посмотрите, какую я вот вам предлагаю дальше. Предположим, у вас это есть отдельно. Теперь вам действительно надо следить это, чтобы была фамилия и перерывочная, да, то есть сокращенно и точка, вот точка. А на этот случай существует простая текстовая функция с очень красивым названием конкатенация. Срияние конкатенация. Значит, она несколько текстовых строк объединяет в одно. Но, чтобы ее использовать, давайте сначала сделаем простую вещь. Мы все-таки получим первую букву имени и первую букву фамилии. Значит, этот столбец будет называться И, а этот будет называться О. Значит, вам должно быть понятно. Мы сейчас назовем текстовую функцию МИД, которая умеет распечатать нужное количество символов из нужной строки. Строка, которую мы используем, это уже строка, в которой отдельное имя лежит. Нам понадобится от нее, начиная с первой позиции, одна букву. Вот она. Одна буква. Столбец И, если мне надоело сказать, когда вы раз эти функции, можно какие-то. И у меня есть теперь отдельно инициалы для каждого участника нашего списка. Представьте, что список большой. Здесь позиции вы, конечно, окай не могли бы разъединить, представьте, что там у меня количество планов. И вот теперь мы этот кабинет сделаем. То есть здесь будет фамилия, имя, отчество. Мини, мнение, 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 мнение. Только вот там. И вот, причем еще через пробивчик. Это правильно. Сейчас вот сюда скопируем. Значит, как в один отсюда будем делать так. Позабаем вот эту вот текстовую функцию. И говорим, что сначала нам надо взять фамилию. Вот она. Потом надо добавить все-таки пробел, чтобы не прилеплять к нему ничего. Вот так вот я добавлю пробел. Потом надо добавить вот эту букву от имени. Видишь, уже туда, да, как нам не было. После надо добавить точку и еще пробел. После надо взять русло от кончета. И в конце концов добавить еще одну точку. Вот удобство хранения этого всего по отдельности. Представляете, из-за исходной строчки, чтобы нам получить вот такое значение, когда нам никак, прежде чем мы не разобьем, на три разных строки. А потом мы можем с этим что-то делать. Допустим, вот законы. И поменяйте совместя. Ольга Владимировна, сомневая, по полу. Правда, мы можем теперь эти строчки перекомпоновать с помощью того, чтобы у нас сейчас есть. Это вам показано третье, нет, да, третье ваше задание контрольной работы, если вам кажется простым второе. Потому что второе, на самом деле, очень простое. А вот это более-менее интересное и такое жизнезащитное. Не защитим, да. Потому что бывает масса, на самом деле, интересных ситуаций, как же это полезно. Ну и... А скрыть вот эти позиции можно? Ну и...